Друзья, нам наконец-то пришла наша китайская посылочка с комплектом софтбоксов. Пойдем распаковывать. Вот такой вот карабас. А что, надо ножик еще взять. Сейчас посмотрим, что нам тут прислали интересненького. Главное, чтобы все было целое. А то мы там заказали еще лампочки, которые бьются. У них есть варианты заказать светодиоды. Но я вам не советую. Китайские светодиоды, как рассказывают люди, знающие, кто уже сталкивался с ними, говорят, что они, мягко говоря, не очень по качеству. Поэтому лучше всего заказывать лампочки, которые по виду как энергосберегающие спиралями. Такие огромные специальные лампы по температуре света 5500. Вот, они типа идеально подходят для фото-видеосъемки. У них будет нейтральный белый свет. Но у них есть недостаток в том, что они хрупкие. Поэтому, так, это, я думаю, два штатива. Поэтому нужно проверить. Они часто бьются. Ну, радует, по крайней мере, что если придет разбитое, то продавцу можно об этом сообщить, и он вышлет на урок. Ага, это треноги. Комплект заказываем уже второй раз у разных продавцов. Первый раз, когда мы заказали, нам ничего не пришло. Мы открыли спор, и благо повезло, и продавец сам сказал, что да, что-то у него там какие-то проблемы с нашим российским складом. И он быстро вернул вам деньги обратно, и мы перезаказали уже в другом магазине. Вот, из этого магазина все очень быстро и оперативно пришло. Без проблем. Хотя выбирали по отзывам, типа, что из России, все быстро, с деком, за три дня. Ну, по факту прождали, сколько, недели три, да? Время потеряли, только и все. Так, вот это карабасы, это лампочки, по идее, должны быть, наверное. Это один или нет? Так, это, соответственно, сами пакеты с софтбоксом. Это их патрончики. Так, и сами чехольчики. В одном, наверное, чехоле, а второй маленький, наверное, сумка. Для хранения у меня. Ну, да. Вот один, вот второй. Так. Сейчас посмотрим самое главное. Наши хрупкие лампочки. Лампочки. Лампочки размера, конечно, лютейшего просто. По сравнению с тем, что обычно ставят в квартире, эти лампочки, это просто монстры. Они огромные. Я даже сначала не верил, что оно вообще туда влезет, четыре штуки. В их патроны. Ву-у-у. О, она еще мигает, прикинь. От статики какой-то. Вот. Это жесть. Вот рука, вот размер лампочки. Да. Ощущение, как будто она лупить будет сразу на киловатт каждая. Но вроде как, ну, китайских 135 ватт. В гаражах вешают такие фонари. Фонари. Вот маркировка. 5500 температура, 135 ватт. Ну, на самом деле, китайских 135, значит, настоящих должно быть меньше, по идее. Замерять мне нечем, поэтому ничего не буду говорить на эту тему. Так, лампочка целая. Одна. Сейчас надо все проверить. А сколько их должно быть? Восемь. Упаковано хорошо, потому что вот каждая в пенопласте, в коробке. Вот. И все, в общем-то. Ну, они страшные просто, вообще. Я сначала... А, ты не засунул обратно в коробку. А, в общем-то, и не надо. Я их все равно сейчас буду втыкивать. Я так, вроде. Я, когда первый раз, ну, в чем-то видео увидел эти лампочки, сначала не понял, ну, еще серьезно, что ли? Что это вообще? Оказалось, что они действительно такие огромные. В общем, интересно посмотреть в итоге, как это все светит. Потому что у нас такие лампочки, я смотрел, если у китайцев набор из четырех штук, может стоить где-то тысячи полторы, например. Ну, везде очень по-разному. То у нас одна лампочка может стоить только полторы. Это минимум. Из того, что я вот аналоги смотрел, они, конечно, там супер-фупер какие-то фирменные, типа того. Ну, стоят они, то есть, вот если два софтбокса, восемь штук, это по полторы тысячи даже, если считать. Получится в два раза дороже, чем весь этот комплект. Одни только лампочки. Доставка, кстати, была почтой России. Турбо-быстрая, вообще без проблем. Слушай, ну, все целое. Будем надеяться. И верить. Все остальное тоже. А остальные лампочки? Сейчас убудем. Лучше все проверить сразу. И зафиксировать на видео. Ну да, то вдруг что. А мы сразу видео покажем. Лампочка битая. Вот еще пупырит тут. Ну, вообще. Дополнитель. Что там еще упупыривать-то? Ну, слушай, берем. Не, ну, конечно, береженого... Там, знаете... Доставка такое дело, как бы... Много пришлось по складам и всяким доставкам поработать. Поэтому могу вам сказать, если вы что-то крупкое хотите отправить, запаковывайте по полной. Не повредит. А то пройдутся какие-то слоны по вашему фарфору. Вот. Всякие бывали случаи. Так. Ну, все хорошо вроде. У других поставщиков, кстати, у некоторых просто в сумку все было запихнуто и все. В смысле так доставляем? Да. Не, лампочки такие, они всегда в коробках. Они леды могут не запаковать, может быть, потому что они типа... Нет, там вообще весь комплект у кого-то был запихнут просто... А, ну, все можно. Хламок стук. Лампочки целые. Сходи, Купсик. Так, что у нас? Это у нас в чехольчиках сами отражатели. Отражатели. Так. Главное, ничего не найти. Меньше времени. Так, они в чехольчиках. Ребенок там что-то спрашивает. Иди, отвечай. Подойди и спроси. Женя, иди сюда. Чего? Так ты смотри, мы тут посылку без тебя распаковываем. Ты все пропускаешь. Самое интересное. А я не даже скрашивала. Да? Да. Не вынимай, пожалуйста. Ну, ничего страшного, иди тогда пораскрашивай. Это что, стати? Да. Новый? Два целых новых. Там еще такие будут большие штуки. Внутри по четыре лампочки. Они будут ярко-ярко нам подсвечиваться. О! О! Не говори. Мусор. Мусор. Вон, пупырки много, можешь ее лопать всю. Да. Да. Китайская пупырка как? С китайским лопатом. Так, сумочка. Эй, а куда он резко берет и передвигается? Такой. В какую сторону? Туда. Ну, если ты только крутил его. Или он разряжается и падает? Нет, он не падает. Нет? Ой. Чего он так? Как мне сумка? Здоровезная сумка у нас есть в комплекте. Безымянная. Папа, давай ее достанем уже. Без своих этих самых рук. Папа, давай ее достанем. Сейчас все будет, Жень, подожди. Так, это нам не надо. Сумку нам пока не надо. Я слабая. Сейчас. Вот я просто руку поверну, и он... Так ты крутишь его в сторону, он крутится. Он же следует за твоей рукой. Параллельно ведутся испытания стадикама с электронной стабилизацией в трех осях. Жойстиком не надо. Так, тренога. Тренога. Ладно, не буду отходить. Сейчас так я разложу. Оп. Пап, давай его вот так. Оп. И он скорее. Скорее. Только не урони, Женя. Фуф. Оп. Фуф. Положи на стол. Короче, что я могу сказать? Тренога устойчивая, в принципе. Ничего особо не болтается. Естественно, не нужно затягивать, как на барабанных стойках, если кто знает. Или что-нибудь такое. Не нужно со всей дури закручивать пластик. Потому что силу Мин не терпит. Грубые силы. Ну, все нормально. Я не могу сказать, что они какие-то сопливые. Ничего не болтается. Все. Ну, ладно же. Вполне себе конструкции. Давай снимем. Так. В длину. А, и до конца вот вытягивать не надо, чтобы иначе она вот болтаться будет. Надо чуть-чуть пониже как бы. Пап, держи вот это. Вот подзакрутить. Вот ставим и вот это. Ну, он что-то типа до двух метров вроде. Сейчас проверим. Ну, не два метра. Метр восемьдесят пять. А, ну, можно если стойку сузить как бы, он еще чуть поднимется. Ну, я метр восемьдесят, да. Ну, где-то с меня, да, Рост? Плюс-минус. Ну, да. Пожалуйста. Давай и этот поставим. Сейчас и этот поставим, конечно. А как же. Сейчас все соберем. Тут вот так вот с трех сторон как бы сразу надо подтягивать. Оп. Чем шире ставите, соответственно, тем устойчивее construction. Все просто. Ну, еще бы вы... Давай он длиннее. А, ну, ножки резиновые, нормально. Можно было, конечно, бы они на трубки заходили, но это уже. Пап, давай я его выше поставим. Ну, паркет не жалко поставить, ничего не царапает. Мягко ставится. А, кстати, у многих крепления еще ломаные приходили. То есть вот эти слабые места, пластиковые. Вот. Но у нас, нам повезло, у нас все целое. Да, Женя? И в принципе, да, нормальные вообще барашки и нормальные трубки. Учитывая, что это же софт-бокс, он же сам по себе-то ничего не весит практически. Он же не для того, чтобы на него там стереосистему ставить сверху. Там уже другие будут стойки. Ну, чуть-чуть болтается, значит, нужно или пониже опустить, или посильнее зажать. Ну, все идет. Так, теперь у нас остались основные части устройства. Это соколи. Само устройство с проводом. Там, кстати, надо посмотреть, они отдельно кладут или уже стоят. Предохранитель. Женя, ножик не трогай. Да, предохранитель стоит. Пап, давай их подписим, они будут светить. Некоторые писали, что вроде еще запасные они кладут. Я пока не вижу. Он, может быть, воткнут где-нибудь там. А, прям в устройстве? А я здесь нету места. Блин, такая резьба, что мне обратно не попасть. О, закрутил. И, соответственно, два положения. То есть можно половину света включить, и можно включить целое. То есть две лампочки и четыре. Целиком. Так, будем пробовать это все собрать. Так, здесь вот барашек положение меняет. Проводок сейчас раскрутим. Так, наоборот. У тебя еще, Женя, у нас видео получается под твою милую муточку. Из твоих сказочек. А, ничего, проводок такой длинный. Там не сказочки, а раскраски. Та, не суть важна. Ручка есть. Положение менять по-быстрому. Раз, раз. Так, я подпущу, а то мне высоко. Может, удобнее сначала втыкивать в эту штуку. Я буду знать, какой стороной вообще-то делается. И... Тоже плохая. Потому что мы так растопылили, но мне уже... все же по-китайски сделано понятно ладно итак в четыре руки в итоге собрали мы первый экземпляр вот получилась такая штука пока что все выглядит красиво и хорошо многих они выглядят прям жеваные прижеванные аж не знаю только упаковывали у них там продавцы то ничего очень у нас пока все нормально продвигается осталось крутить лампочки первый экземпляр и посмотреть а что будет можно уже это закрепить тут уже веса добавилось тоже подожмем и и по на вкручиваем лампочку а это не вот так вот что форма форму можно делать и так и сяк как тебе больше нравится ты можешь его сделать горизонтально может сделать вертикально пожалуйста у него там дырок для этих спиц много можно сделать так то проблем можно даже сделать ромбом давай-ка перчатки на не трогать можно лучше не надо идти как показывает практика с энергосберегающими лучше я фарш когда лампочки менял залапал их пока туда-сюда пихала и все они сгорели сразу и сейчас попробую она все хрустит на нашу цоколи были приличные развалились они почти достают до фронтальной закрывать не достает там еще сантиметров еще остается где-то десятками но все равно я просто я уже боюсь я чувствую пожадничали как обычно заказали там давай самый здоровый щас возьмем в итоге нужно будет одна вообще начну сгоришь под их светом давай включить сначала 2 понятно это уж страшно они еще разгораться будут смотря какие лампочки еще не разгорелись эти точно возможно на видео это непонятно но живым глазом видно что они сначала серенький потом но эти два у них газа постепенно расходится нагревается что происходит и в общем они потом начинают ярче светить и 4 тысяч я занята светит круто я бы сказал что холодноватый свет на видео может по-другому смотрится в общем баланс белого подберешь и все хорошо осталось нам одеть рассеиватель и посмотреть что получилось так просто надо вот так вот и ненты наизнанку вывернуть а вот про что люди писали типа не забудьте вывернуть рассеивать эти углы я думаю чё там выворачивать вот оно чё он наизнанку а его же надо красивой стороной наружу швами вовнутрь все логично я думаю что ли пучки с обратной стороны пришли так пробуем еще раз вот все сходится рассеиватель можно погладить утюгом через тряпочку на единички да просто и думаешь это ну кроме эстетики что-то изменит нет ну короче они это самое поджимаю получается спицы и здесь вот пузырек это неважно в общем туда так включаем еще раз смотрим чего будет 24 повернили 7 теперь себя то я повернул конечно мы уже в плане кое-что весит в полном снаряжении немножечко еще учитывая что у нас их два и лампочек море то есть один можно поставить подсветить задний фон один сверху куда-нибудь сбоку там себя и люстра нужно вообще выключить у нас еще окно засвечивает за не так все работает лампочки целые все крепления целые сумка и все круто сумку прислали все работает мы же не телезапасные в комплекте доставка по россии несколько дней ссылочка в описании в магазине конечно вот называется из х фотографии в стоит если что на алиэкспресс да естественно так что если кому нужен цвет заказывайте и все будет хорошо теперь осталось поиграться настроить всю эту вещь покрутить повертеть там балансы белого и так далее и будем снимать видосы всем пока и самое главное друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет еще много интересных видео музыкальных и всяких разных других познавательных например про распаковку китайских товаров у нас будет отдельная рубрика